Подставка от статуи другая. Все это вообще гипсово и литьем окрашено. Кстати, а железка? Не железка, а гипс. Видишь, гипс покрашен. Я же тебе говорю, здесь даже металл сперлый на перекладках. То есть, видишь, вот эта вся подставка, эта все левая. И даже кубик там свежий тонкий. Саму статую слизную доделали, одежды. Потому что он вообще голый себя. Ну, в оригинале. Ну, видишь, одежда у всех легкая. То есть, был теплый климат и они вон босиком ходили на земле. Не вымет. Ходили босиком в одеялко. Какая норма жизни, да? Ходить босиком в одеялко, у тебя тепло. Всегда. Везде климат мягкий. Пошел на север мягкий климат, на юг мягкий, на запад мягкий, на восток мягкий. У всех одинаковый климат. Прикольно. А это уже мелкие греческие статуи. Ну, ближе к Криму. А, или еще. Ну, это уже будет на воде. Давайте дальше. Пойдем, пойдем. М puesul não bшего. Если у вас ест, то бы вы переехали. Да. МF3 da $ $ $, а я не буду в севернееet. Кап escuela. Пререзим. Кап burgund здесь. Они сынтер quan просто под душу, все как магида. Пойдем выше. Все, когда может быть. Хл逢 с грязь исток пар�. Сейчас расскажу, что тут за веселье творится. Это облицовка сверху, то есть сами они сделаны из пунктов. Вот смотри, для примера рядом стоит колонна. Вот это настоящий мрамор. Кусочками видишь? Звук от него, да? Плодненький. Вот он кусочками, видно где стыки. Поснимаешь кусочки, чтобы понятно было. Здесь вот стык, здесь вот стык и так далее. То есть вот как сложно на самом деле собрать цельную колонну. Мрамор, да. А теперь посмотри на этот материал. Вот на этом материал. Ну он сделан из крошки какой-то. Он сделан из крошки. Не просто крошка. Это крошка мраморная. Раз. Это мраморная крошка смешанная с пусками дерева. Здесь вон даже кругляшки от угля. Вот эти кругляшки местами это из-за того, что там было дерево. Вот. Просто это отливка. Отливка. А, ну и есть кругляшки вообще просто с заменой. Это сколы. Вот здесь, например. Вот. То есть изначально строится просто бетонная... этот... Бетонная колонна, да. А сверху, как в Египте. Наверное, сверху железобетонная или просто бетонная? Ну, я не знаю. Вообще бывают сваи. Чаще всего сваи. В эпоху сваи железные уже были. Угу. В Гауди 300 лет назад собор строя начался железно-бетонными сваями. Угу. Я думаю... Это... Не 200 с чем-то. Я думаю, в эту эпоху тоже были сваи. Угу. Вот. Короче, это сверху залито. И отполировано. Вот. Вот. Как в Египте. Видите, она там сыпется, сыпется. Вот. Жара, холод, жара, холод. Сырость. Сухость. Вот. Она все время вот... Но за то, как она отполирована, вот. Вообще. И вот эти черные, это уголь. Уголь, соль, крошка. Уголь, соль, крошка. Мраморная там вот. Или гранитная. Да, у нас еще гранитная, кстати, крошка. Вот. И что-то еще. И вот эти вот черные крапинки. Это уголь. В прямом смысле уголь из топки обычной. Вот. И вот таким макаром соль кристаллизуется. Уголь, как связующий и так далее, да. Оно и держит клево это все вот. Были вообще там, с крошкой обсидиана очень часто, черные вот эти монолиты делали. И что, о чем это говорит? Это говорит о том, что здесь та же технология, что в Египте. То есть это говорит о том, что… Это было позднее. Нет, что Египет был раньше наоборот. Если это мы знаем примерно дату, когда хотя бы открыли, не создали, а открыли. То мы примерно понимаем, что это же эпоха, что здесь… Когда технология появляется, понимаешь, есть 15 лет, когда она распространяется по всему миру. Порох, бумага, интернет, все технологии распространяются достаточно быстро. Королевские связи, даже при современном уровне связи, что тогда на конях передавали вести, примерно одинаково. Ну, сейчас быстрее по интернету, щелк-щелк и все. Вот. А тогда была просто там конная тяга, но все равно основные знания друг другу передавали. То есть… И вот эта технология, если мы ее здесь видим… Ну, здесь условия охранения, здесь сырость, холод. То есть… А там жара, 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 постоянно раскалывает. Жара, дождик покапал, раскалывалось. Дождик покапал, раскалывалось. Жара, холод. Жара… Вода, жара, вода, короче. Постоянно вот это вот… Раскалывание камня. Вот. Вот. Друзья мы, конечно, машину нельзя за собой. Да ладно, нормально. Пойдем сюда сюда. Вот пример предбайничка. Вот сейчас немножечко сбоку сними. Вот здесь. Сюда подойдет. Видишь? Вот там сбоку видно, что это большая дверь. А здесь делали деревянный красивый предбайничек. В нем большая дверь. И то очень большая для нас. То есть это все рассчитано для того, чтобы ходили спокойно, здоровые люди. То же самое. Эти двери. Видишь? Человек в два раза меньше. То есть это неэргономичность. Нам, чтобы опять перейти про транспорт, очень много сил затратить. Чего? Дальше. Дальше. Лестница. Большая часть лестницы переделана, потому что она не просто маршевая. Она маршевая была в двери. Две ступени были одной ступенью. То есть они были рассчитаны по большую лапу. Это вот мне высокому удобно здесь ходить, да? Через одну ступень. И то не очень. Но действительно удобно, да? Считалось официально... А! Еще официальная отмазка, что это полезно для здоровья. Но это вряд ли. То есть чтобы пройти столько всего, это ты уже запаришься. Ты не будешь думать о работе. Отдохнемся, встать и оплынем. То есть не будет такого посыла, который официально стоит. И красная дорожка колбола. Не ходите с широкими бортами, они в бортах погибли. Вот эта красно-котровая дорожка, это посвящает кровавый свет от жертвоприношения. Поэтому и красная колбола дорожка. Что в каждую бомряницу одевается? Убийцу одевают в бомрянами. Красные плащи. Не, не, это не все. Это не плащ. Это не плащ. Это просто рубашка такая. Это праздничные еще одежды бывают. Нет. Другой вопрос, что вот это, это как бы кровоскоп, в прямом смысле. Кровоскоп на жертве к жертве к нему руку. То есть не по прямой, не с тобой. И в честь этого красно-котровая дорожка подсунка. Плюс еще и рассматривается как. Посередине плащица, а справа рабочая, слева крестьяна. А это буржуазия. Вау, потому что эти три части используются. Поэтому вот эти три части и в картине, и в архитектуре, центральное здание и два боковых маленьких простейки. То есть без рабочих и крестьян, без еды, изделий труда буржуазия не выживет. Но при этом буржуазия убивает и тех, и тех, но право в другом. Как, собственно, и сейчас? Да. Никакой разницы? Классика. Классика, да. До сих пор да, римское право. Что? До сих пор римское право. Да. Есть юридические лица рабовладельца, есть физические лица рабы. И физическим лицам иногда дают права рабовладельцев в качестве того, чтобы они частично гоняли товары вместо рабовладельцев. Ну, типа предпринимателя. Ок. Типа давай, да. Вместо того, чтобы как Сталин руководить страной и раскидывать товары повсюду, все отдали на оселение и рабам самим развозить товары. Еще и зарабатывать, и денег платить, и налоги, и налоги, и налогодобавочную стоимость, и вообще еще хуже становится. Если раньше хотя бы следили за тем, чтобы люди были здоровы и так далее, то сейчас это спущено на самих людей и на самоокупаемость. Вот. То есть... Но в этом же и опасность. Информация и самоокупаемость, это значит, хозяину уже не нужен. А тут нужны другим ресурсам управления. Угу. Информация. Что мы и рассказываем, чтобы не было этих ресурсов. Дальше. Вот два столба здания. Два столба здания, это вот... Яким и Баас. С одной стороны это звездное небо, да? А с другой стороны... Земля или Солнце, по-моему, да? Звездное небо – это момент Сириуса, короче. Ну, это такое... В Музей космонавтики в Москве то же самое. Там эти два столба стоят, шарики, только не шарики. Да, только шарики. Там напрямую нарисовано звездное небо с одной стороны, и Солнце с другой стороны. Вот. Здесь более аллегорично, но столбы имеют тоже свойства. И еще, когда... И еще это те самые катушки с ухилителем. То есть, когда плохой человек проходит, или неугодный, да? Проходит через храм. На входе в храм всегда стоят две эти палки. Когда-то они были... Это каркакульки этих палок, понятное дело, да? А раньше стояли громоотводы, собирающие в подземные хранилища. Там у них... Молнии, да? Соляной раствор. Соляные эти... Соляные бассейны. Ну, как большая батарейка. Соляные бассейны. В них ровут громоотводы. И этот соляной бассейн собирает огромное количество энергии с молнией. То есть, это можно и сейчас, кстати, делать. Так вот. А если человек был неугоден, они ставили... Включали катушки. Катушки забивали человека на входе. Две катушки на празднике, смотрели две катушки. Встань человек посередине, его спалить на фиг. Вот. Те же самые две катушки стоят на входе. И поэтому там громадержность, сбор и так далее. То есть, по факту, это механизмы, которые просто убивали людей. И поэтому, как бы, морально-нравственная часть у этих ребят, на мой взгляд, была не самая лучшая. Ну, с учетом того, что они пытались продлить силы, тратить тех, кто был от живого организма. И убивали, и грабили друг друга. То есть, как бы, с тех пор мало чего изменилось. И как? Вот они, как бы, и вот это вот и есть. Эти широкие врата, ведящие погибли. Ты где там? То есть, много способов быстрых. Вот быстрый путь, да? Кровавый путь. Вот в котором мы сейчас идем. Символически. И очень быстрый, простой. Ограбить-то убить легче, чем заработать руками и трудом. Вот поэтому и узкие врата, ведущие в благо. То есть, когда ты не портишь карму, не зарабатываешь своим трудом. А большинство портит карму. Ну, ограбить-то быстрее и все. И торговцу обмануть тоже легко. Поэтому на торговцу в царство небесное в радость и счастье сложно попасть. Почему здесь такие толпы, другие? Вот толпы. Здесь толпы? Ну, это все уже каргокульт. Ну, просто разные. А, но главное, смотри, шарики, да? Видишь? Ну, нету там к ним подключения электричества. Логично, да? Ага. То есть, это современная доработка, когда в них уже провели ток. А раньше такие шарики, там уже есть исследователи, уже рассказывали не раз по интернете. Можно поискать. Там вот этот вот, Александрийский столб. Это же катушка Тесла, без намотки. Он еще был покрыт на ранних этапах, он был покрыт пирамидой. То есть, сам столб был внутри, трансформаторное устройство, было внутри остроконечной пирамидой. То есть, по центру здесь стояла остроконечная пирамида. А это все уже остаток столба, который стоял в пирамиде. То есть, на самом деле, пирамида стояла. Вот то же самое, что в Лувре сейчас поставлено, примерно так же здесь было. Только она была большая, из блоков летух. Ну, как Хеопс и точь. Вот. И она выдавала заряд, это устройство. Катушка Джет в пирамиде. В пирамиде Хеопса тоже самая катушка Джет, только она с устроенной этажами. Если в разрезе посмотреть эту пирамиду, мы увидим тот же самый столб Джет, спрятанный внутри пирамиды Хеопса. И та же самая пирамида была, и внутри нее вот эта колонна. Александрийский стол. Уже намотка на нее, там катушка-квадрат распределитель, черный ящик, вот этот, черный кубик. Почему поклонение черному кубику, вот у арабов этот бзик с уголком и так далее. Вот как на углу квадратного двора стоит вот эта тычка с собирателем энергии, с какого-нибудь распределителя энергии, там или купол там с собирателем на двух-трех частях еще. Вот, ну это все как бы электромеханические устройства для подзарядки человека. То есть человек высокочастотный, ему нужно высокочастотный усилитель. Ну, по ритму магнитному очень близок вот эти Тесла-катушки. А вот сейчас, вот сейчас что мы можем сделать, чтобы повысить свои частоты? Использить свои частоты? Ну смотри, на сам, есть технический способ, как там был, да? Берешь катушку Тесла покупаешь небольшую, смотришь галогенные лампочки, смотришь галогенные лампочки, где граница поля. Ну, как вот она светится, начинает, знаешь, да? Ну, я хочу вам влечь, на одну секундочку, можно на секундочку? Я хочу вам сказать одно слово. Я сотрудник музея, хочу вам сказать одно слово. Шепотом на ушко. Вы можете ко мне подойти? Давайте. Хорошо. Александровский стол. Александровская колонна. Да. То есть не Александровский стол, а Александровская колонна. Маленькая поправка. Ну, смысл тот же, когда еще его поставить, поставить, да, пойдем дальше. Маленькая поправка. Он должен быть. Он, куда хочет. Он должен быть в росписи. Потому, что здесь сохранились росписи. Здесь они просто тупо сохранились. А все, что не сохранилось, утоплено внизу. И вот эта полоска внизу мрамора, приклеенная сверху, является скорее всего границей потопа. Потому, что ниже уже не расписано. Ага. Вот и все. нет картинки закончилось все и даже и подвал в том числе минус два этажа за потом мы потеряли два этажа красоты и не только в лувре то же самое в южной америке в музеях то же самое абсолютно по всему миру в музее красота все оригинальные мы имеем последний ярус только красоты но хоть что-то сохраняется а теперь посмотрим насколько огромные были а вот кстати как они работали но это скорее всего может быть и наводил можно и доверять их мастерству но в основном вот эти феи твои вопросы статуи феи но если у нас были генетические операции если были операции по пересадке голов и так далее не медицина стремилась большими темпами как сейчас работе с генетикой почему бы и нет вачовске кстати последний фильм сняли там вот возрождение восхождение не путешествует там пушевали колясно как это выглядит пушевали крылею нет как-то берется смотри берется кольцо генетики какого-то объекта выдирается кусочек опытным путем никаких там просчетов нету опытным путем присобачивается в другой кусочек растения животные без разницы и смотрится что получится потом список пишется мы скрестили то-то с тем-то получили то-то то-то эксперимент номер один экспериментом 215 и так далее так далее а теперь вот они большие большие подсвечники большие вот они античность вот они рисовали античность они рисовали в ту же эпоху что и было та же самая архитектура тоже самый шахматный пол все то же самое то есть то что мы ходим внизу даю шахматный пол там и та же архитектура с колонадами видишь но это уже после потопа объясню почему видишь разрушенные арки они на руинах сидят они не восстановили руины они сидят на шатрах после войны на руинах и так везде руины на которой ты живешь это уже после понимаешь до потопа там что у них происходит такое посмотри а нам разные библейские сцены нет разные библейские сцены и здесь показано что эти сцены были античные молодые люди пожалуйста на шаг от старейшницы на большой шаг спасибо стол из молоку там если он стеклом пока я под ноги не смотрю поэтому выкрутим лучше дам чтобы я вас не задел вот смотрите просто видите тут рядом положено множество разных картин сначала думаешь что все одной эпохи а вот и нет есть очень большие громоздкие картины которые в натуральную величину выполнены вот это такая четкая картинка блин где то да это свежее она свежее новее и видишь люди маленькие перспектива здания и уже построено вокруг старых зданий много много зданий и крестников свежих вот смотри здесь например можно взять часть этой античности вот видишь вот она пристройка лестницы на второй этаж раз видишь потому что до второго этажа нету лестницы нормальный внутри скорее всего и чтобы удобно было забираться на второй этаж потом вот эти здания это уже пристройки это пристройки к этой колоннаде скорее всего здесь был один этаж и вот здесь видишь внимательно опять маленький утопленный этажик маленький намек на утопленный этажик то есть опять еще один этаж вниз все это глина по глине уже сделано поверх площадь двойная лестница двойная лестница вот тут утопленный он же не может окно сразу идти от основания суда в смысле и не только прям так вот издалека видишь но обычно сначала это окно не может идти прямо из пола понял да 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 совершенно верно оно как утопленное полуподвальное специальное помещение так как гостиные дворы в подвал и наверх лесенка угу такие костюмы так Пашу осталось минут 15 там что еще есть посмотрите да 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 пойдем сюда как такого качества добиться нет ну это рисовалось уже просто долго долго работало вот оно гладкое такое блестящее будьте здоровы ну смотрите в чем задача здесь во первых это большие залы очень видишь они как под шатры сделаны и шатры основное жилье было вот пример колоннады как она выглядела до застройки вот она видишь в угол там то есть это было прозрачное то есть да они были прозрачные они сидели они дышали воздухом вообще то есть не было даже скорее всего и крыш в основном крыши видишь как здесь да да даже в самом шатровом сделаны то есть они уже потом сделаны такими дальше большущие большущие картины привычка это рисовать большие картины вот как здесь да это ганнибала кстати поход ганнибала на рим то есть очень большие картины рисовались в натуральную величину практически дальше тут и смотреть их смотри нам неудобно смотреть мы смотрим наверх чтобы посмотреть а они смотрели на уровне а они смотрели на уровне глаз то есть если прибавить еще 2 метра себе ты будешь смотреть удобно а мы смотрим снизу вверх а здесь не придуманы головой у людей чтобы лестнике в армитаже не давать чтобы удобно смотреть потому что эти этажи слишком большие громоздкие для нас и просмотр больших картин которые написаны до потопа они сохранены наверху внизу нет картин нет картин нет росписи а это факт это просто тупо факт то же самое в Увре то же самое в Южной Америке в музее и везде в больших крупных постройках до потопных как Эрмитаж нет росписи на первых и вторых этажах то есть первый этаж он подвал второй этаж типа первый а третий как бы на них более-менее что-то сохранилось вот и такие рамы кстати мы тоже не особо делали это сложное производство от дерева с лепниной получается для Эльпофеи 4 как будет как-нибудь да они просто забивают сейчас пустое пространство маленькими работами видите большая работа висит еще большая еще большая они забивают маленькими пространствами просто забивают пространство и то есть не сказать что хорошо в Южной Америке то же самое заходишь большие работы висят а куча маленьких рядом все то что причем разных художников разных упаков вижу но какая большая работа она по любому очень часто будет являться древней и она отличается тем что реставраторы ни в Европе ни у нас не могут хорошо восстановить их вот пример черная она запотевшая потому что люди боятся реставрировать эти работы потому что они не знают технологии по которой точно они будут сделаны так а если а если вот в идеале они будут и так еще самая главная фишечка вот я могу показать желтый желтый синякрасный понятно это отдельное у нас 15 минут чтобы посмотреть ну вот на примере этой работы закрываем один глаз один глаз смотрим некоторое время и мы понимаем что здесь идет работа с пространством только станет так чтобы не бликовало вот и со временем у вас через минуту объемное станет плоским вообще объемное а плоское объемным и поэтому они рисовали так круто для того чтобы потом лицезреть этот объем потому что они должны были просто посвятить себя внутрь этих событий как бы вы посмотрите да библейские события а вы внутри библейских событий как как будто вы там за спиной стоите круто да ну так вот это стереоэффект должен появиться а убери руку еще раз поставь и посмотреть получается стереоэффект они просто прописывают так как есть в природе используя все законы ну а я собственно на уроках на уроках художник за 30 дней я это рассказываю как сделать а другой вопрос сколько у вас хватит терпения чтобы поделиться рассказывал все три дня лекции это и есть все то самое чтобы сделать вот так а другой вопрос практика 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 основные отзывы на практике я даю а дальше уже насколько фантазии есть павел никитин мега художник ну да прикольно очень круто тут смотришь низ кажется вообще объемный есть еще на первом этаже если не на первом на втором там вроде где-то еще есть картина с морем а кстати мы на выходе ее посмотрим там панорама с водой сражение морское вот такая с одним глазом посмотреть вообще погружение круче трехмерки что у нас еще потому что вижу трехмерки качество слабое есть тут один кинотеатр на город радуга где хорошее качество 3d в фильмах да сложно передать это качество в движении а тут статичные ты смотришь как диафильм в детстве слайды вот эти вот здесь грека это переход от одной школы в другой вот небольшие работы собственно вот в натуральную величину а там гиганты рисовали гиганты вот и все а здесь дальше здесь уже начинается голландское и югерландское искусство и посмотреть насколько проработаны насекомые мухи на каждом цветочке каждый лепесточек и все имеет объем да и синий желтый красный на камере ничего не видно они прям объемные прям муравьи такие смотри прям маленькие букашечки вообще они вот так в шарике три части они в шарике ого слушай что себе нарисовали как нарисовали ну и вторая это если решать я не знаю что а почему такое освещение то вот вопрос почему здесь нет освещения кстати давайте в ютубе зададим вопрос почему эти картины не освещаются товарищ петровский почему здесь нет подсветки на картины на таких шикарных картинах ну может быть для всякого да да бабочки там да они не так детально проработаны там с другой стороны не так чтобы свет не попадал не разрешало что там если блок подковывают что говорить да только это в живую без глупо рисовал глазами а самое сложное ну да да там 33-36 год 1800 какая обработка это кстати уральские мастерские как на Урале как в этих годах можно было вот так вот делать слушай ну еще раньше делали еще кучу вещи понимаешь просто со временем есть еще версия что людей стало много и как это много людей мало эффективности в каждом отделе у человеке и так далее а и все свалили на железке на робот вообще на самом деле после потопа эти гиганты измельчали и без них как бы техника пострадала то есть если они помогали зачастую с людьми вместе работали они пахали в полях делали вот эти гигантские здания и так далее они отвечали за всю техническую базу то нам без них теперь пришлось создать резко развивать инженеров технику науку и собственно сейчас мы имеем большой технический комплекс самолеты вместо птеродактиля и так далее просто заменили биомеханику механикой железками протезами вот гиг пикник там показать вот они там протезы предлагают радиосвязь из-за того что шишковидная железа ослабла сотовые и прочее мне вот например сотовые редко нужны я вот купил вот это за то чтобы блин этим интернетом в мобильных устройствах пользоваться потому что все в интернете сидят но вайфай то работает он же блин от шишки к шишке работает все равно то есть ты думаешь люди делают ты думаешь люди делают это работает быстрее связи интернет и на любом расстоянии синхронность синергии я подумал прикинь про анонимусов анонимусы я заставлю сеть входит меньше месяцев чек они сделали ну типа того то есть коллективные бессознательные решают что делать ну и вообще не меньше вообще больше а кто рулит этим процессом это же другой вопрос смысл в том что вот потеря технологии потеря биологической механики например массы мозга то то есть да и некоторых эффективных мышц которые исчезли просто за ненадобностью заменилась технологиями линии электропередач построили перекопали всю землю сделали технологический комплекс теперь можно вместо лодок хеопса да переплывать океан да можно взять щелкнув пальцами купить билет тебя доставят на такси где прилетаешь океан ну что прикольно зачем тебе париться а если ты 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 ты